Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео мы рассмотрим топовую новинку планшет от Xiaomi под названием Mi Pad 6, который может похвастаться качественным 11-дюймовым 144-герцовым IPS-экраном с WQHD Plus разрешением, мощным и производительным процессором Snapdragon 870 и просто бомбезным звуком, состоящим из четырех динамиков. Плюс ко всему тут имеется контактная группа для подключения специализированной клавиатуры и стилуса. И за все это добро производитель просит в районе 30 тысяч рублей. Все зависит от модификации и курса доллара. И как по мне, предложение очень достойное, как для такого мощного чипа. Поэтому давайте познакомимся с ним поближе. Вы на канале Smart Life. Поехали! В стандартный комплект поставки входит инструкция, кабель USB TPC, зарядное устройство на 33-ватта, ну и собственно говоря сам планшет. Ни чехла, ни защитной пленки, к сожалению, тут нет. Это все придется покупать дополнительно. Итак, выпускатель положит у нас в трех цветовых решениях. Голубом, золотом и темно-сером, как в моем случае. Диагональ выставляет 11 дюймов при соотношении сторон 16-10 и 2К разрешения. Здесь повышенное разрешение WQHD Plus, 2080 на 1080 пикселей. Плотность пикселей достаточно хорошая, 309 ppi. Матрица у нас здесь IPS. Имеет повышенную частоту давления экрана в 144 Гц. Также touch у нас здесь 144 Гц имеет. Стекло у нас удароплощенное для его глаз третьего поколения экрана. Имеет там различные стандартные защиты зрения, то есть как бы DC-димминг присутствует. Хотя не знаю, зачем они написали, в IPS-экранах как бы само собой у нас здесь пульсация невысокая. Но, по крайней мере, вот экран может подстраиваться под условия освещения, но об этом немножко попозже. То есть, в принципе, стекло у нас здесь самое главное, что защищенное. 2,5D технология не применена, то есть никаких закруглений, ничего нет. Стеклышко как бы можно клеить защитную пленку в самый торец. Значит, что мы видим на передней части? Ну, достаточно тонкую рамку, рамочку, обращаю ваше внимание. Толщина ее составляет 8 миллиметров. Вот здесь в верхней части расположилась у нас фронтальная камера с достаточно широким углом захвата. Медиатора событий тут у нас никаких нет. Ну, в принципе, в передней части у нас все понятно. Что у нас есть на верхней грани? На верхней грани, ну, как бы вот с этой стороны, можно увидеть два динамика. Надпись у нас Dolby Vision Atmos. Также кнопку питания. Вот здесь она расположилась, кнопочка питания. И вот здесь в левом верхнем углу также расположилась качелька регулировки громкости. Далее наблюдаем микрофон. У нас здесь, на самом деле, отверстия под микрофон целых 4 штуки. Это у нас, смотрите, я поначалу думал, что это у нас лоток под сим-карты, ну, которого в данной модели у нас нет, но на самом деле нет, друзья. Это у нас специализированное место для прикрепления стилуса, то есть здесь на магнитике-то, я так понял, он будет у нас примагничиваться. А также вот с правой стороны внизу есть еще одно отверстие под микрофон. На нижней грани мы видим перфорацию под еще два динамика, вот таким вот образом. Там также еще отверстие под микрофон, получается уже третье. Разъем для подзарядки USB Type-C 3.2. И с левой стороны у нас на грани ничего нет. Сзади, сзади мы видим камеру. Смотрим, вот таким вот образом у нас выглядит камера на 13 мегапикселей. Основной сенсор, это у нас такая вот заглушечка, то есть здесь у нас модуль. И также есть еще вспышка с еще одним у нас отверстием под микрофон. То есть всего у нас четыре отверстия под микрофон. Это очень хорошо. И, естественно, четыре перфорации под динамик. В этом плане все у нас здесь в порядке. Так, далее. Тут у нас сзади надпись компании Xiaomi и контактная группа для подключения клавиатуры. То есть сюда можно подключить клавиатуру не по Bluetooth, а через контактную группу. И у вас своего рода планшет превращается в такой вот мини-ПК. То есть благодаря тому, что можно подключить стилус, можно подключить клавиатуру, у нас своего рода планшет превращается в мини-нетбук. Это как бы хорошо, это круто. В этом плане как бы универсальность планшета, безусловно, вас впечатлит. Значит, что сказать по сборке? Ну, по габаритам. Как для 11-дюймового планшета, я могу сказать, что очень даже компактный. То есть рамки тоненькие достаточно. И за счет этого как бы не ощущается, что у нас здесь немного повышенной диагонали в 11 дюймов. Толщина тоже очень такая вот тоненькая планшета. Это тоже сразу у нас ощущается. Ну, невысокий вес. В принципе, вот в плане эргономики, в плане сборки планшет, безусловно, порадовал. Ну и материал корпуса. Это все у нас цельнометаллический алюминиевый сплав. То есть и боковая рамка, и задняя крышка. Все у нас цельнометаллический имеет каркас. То есть в этом плане у нас планшет, безусловно, порадует. Так что, в общем, в целом, по внешнему виду сборки к планшету нареканий нет. Ну, можно выделить вот этот блок камеры, который немало выпирает. Но я думаю, что в чехле, который можно приобрести дополнительно, тут он сильно выпирать не будет. Ну и в паре с клавиатурой. Думаю, что тоже там все продумано. В этом плане никаких нареканий нет. Так что, в общем, в целом, по внешнему виду сборки у меня претензий к планшету нет. Собран он хорошо, вид элегантный. Так что, в этом аспекте тут полнейший порядок. Итак, работает планшет у нас под управлением фирменной прошивки MIUI 14 версии на базе 13-го андроида. Прошивка, само собой, глобальная, с поддержкой беспроводного обновления и с полным переводом на русский язык. Кстати, одно давление по воздуху ко мне уже прилетело. В этом аспекте все здесь в порядке. Давайте быстренько приближимся к постным параметрам нашей прошивочки. Зайдем в экран. А тут у нас темная тема присутствует, режим чтения, цветовая схема. Можно регулировать цветовую температуру дисплея под себя, как вы захотите. Также есть адаптивные цвета, то есть в зависимости от освещения дисплей сам будет регулировать тон дисплея. Такая вот у нас умная фишка присутствует. Это хорошо. Часто на линии экрана, либо сами регулируйте 609044, либо поавтоматически как бы сам платшет будет регулировать. Я рекомендую автоматически выставлять. Система визуализации с искусственным интеллектом HDR присутствует. MEMC, то есть у нас более такая вот плавная картинка тоже у нас здесь есть. Ну, тут в принципе больше ничего такого дополнительного интересного не нашел. А также есть вот пункт стилус и клавиатура, где непосредственно уже есть такие вот дополнительные настройки, если у вас есть стилус вот таким вот образом, другописный ввод, обновление по... Ну, в общем, здесь у нас можно немножко поднастроить работу со стилусом, как вы видите. И также вот по клавиатуре. Если вы купили клавиатуру, вот здесь также параметры по клавиатуре можно подрегулировать и все настроить. И еще дополнительные функции. Вот здесь есть функции для планшетов. То, что выделяет планшет от стандартной MIUI. Что у нас здесь есть? Есть такие вот параллельные окна. В определенных приложениях у нас альбомные ориентации будут отображаться параллельно друг другу всякие там функции. Инструменты для конференции. Это непосредственно, если вы будете пользоваться там Zoom, я не знаю, Skype. Тут дополнительные всякие функции улучшения. Трансфикс в виде субтитров и другие функции во время аудио и видео вызовов присутствуют. Вот подключаться к телефону можно. Вот эта функция очень меня заинтересовала. То есть можно изображение с вашего смартфона ретранслировать на планшет, но, к большому сожалению, на данный момент функция работает только с флагманом компании Xiaomi 13 Pro. С другими устройствами пока не работают. Надеюсь, в будущих обновлениях это сделают, потому что я пытался, пытался подключиться. К сожалению, прочитал в интернете только с флагманом компании. Но, по крайней мере, я думаю, что в будущем все появится и можно будет информацию с телефона выводить на планшет. Я считаю, что это тоже очень хорошая и полезная функция. Ну и тут у нас плавающие окна. Как работать с плавающими окнами? В принципе, плавающие окна у меня и на телефоне есть. Я ими иногда пользуюсь. Но здесь, по крайней мере, рассказывается, как правильно пользоваться, как увеличивается, как открывается, как меняется. То есть здесь все рассказывается, как разделять экран. В общем, это все у нас здесь проиллюстрировано. Ну, давайте коротко, быстренько покажу. Вот плавающие окна вот здесь так вот можно запускать. Вот видите, вот такое вот маленькое окно. Допустим, вот что-нибудь Chrome. Плавающее окно вот так вот закрывается, перетаскивается либо в одну сторону, либо можно сейчас уменьшать это плавающее. Нет, стоп. Сейчас не туда уменьшать, увеличивать, либо вот так вот открывать на полной, полной, как говорится, у нас менюшку. Либо вот можно вот тремя пальцами, так понял, разделять, допустим, Chrome. И вот в галерее у меня разделенный экран на две части. Ну, опять-таки, либо так, либо так. Это все настраивается, регулируется. То есть, в принципе, все у нас здесь сделано достаточно хорошо. И, кстати, вот список последних приложений. Вот здесь также высвечивается то, чем мы последний раз пользовались. То есть, вот здесь, в этой менюшке вот таким вот образом это все у нас дело выглядит. Ладно, очищаем все приложения с памяти. Верхняя шторка выглядит стандартным классическим образом. Быстрый доступ к основным параметрам нашего планшета. С этой стороны различные уведомления у нас выглядят. Снизу вверх список наших всех основных приложений. Google сервисы у нас здесь предустановлены. Ну, как бы FM-радио нет. Звонков и контактов нет, потому как у нас версия без поддержки SIM-карт. Тут у нас только можно будет подключать, там, ну, пользоваться только через Wi-Fi, там, Telegram, WhatsApp и там, ВКонтакте, всякие такие вот мессенджеры. То есть, как по телефону на этом планшете вы поговорить, к сожалению, не сможете. Вот. Ну, а так, что еще сказать? Видите, все работает шустро. Это с этой стороны лента виджета. То есть, по программе составляющей я никаких претензий не нашел. Ну, в заключении того, что хотелось бы, чтобы подключился мой телефон к этому планшету, но думаю, что это просто в будущих обновлениях выйдет. Давайте очистим, да, все приложения с памяти. Запускаем ряд приложений. Play Market, Chrome как быстро открывается и YouTube. Ну, тут, в принципе, все у нас здесь в порядке. Прогружается, все открывается шустро и быстро. То есть, по программе составляющей все отлично, все хорошо работает быстро, без каких-либо нареканий. Так что, пооптимизировано очень даже хорошо. И в этом аспекте у вас вопросов никаких и проблем не возникнет. Значит, сканера, очистка в пальце, к большому сожалению, в планшете у нас здесь нет. Но зато есть функция Fast Unlock. Это хорошо. Но то, что сканера нет, поскупились печально, друзья. Могли бы поставить, я думаю, что лишним бы это точно не было. Работает у нас планшет под управлением всем уже известного чипа Snapdragon 870. Напоминаю то, что Mi Pad прошлой версии 5 и работал под управлением 860-го дракона. То есть, прогресс есть, это хорошо. И то, что 870-й дракон является очень удачным чипом, это многим уже известно. Поэтому то, что он здесь установлен, я думаю, что это очень даже хорошо. Выполнен он по семейным интервентам техпроцессу. Имеет 8 ядр, 4 Cortex-A55 и 4 Cortex-A77. Ну, одно из которых более повышен по качеству имеет. Графический чип Adreno 650. Тоже хороший графический чип. Разрешение у нас здесь повышенное. Не Full HD+, WQHD. То есть, 309 ppi при этой диагонали в 11 дюймов. Хорошая плотность пикселей. Более чем достаточная. IPS у нас здесь матрица. Ну и напоминаю то, что у нас 144 Гц. Повышенное частота намного экрана. Это тоже очень хорошо. И, кстати, сменная частота у нас экрана от 30 Гц. Не от 60, а от 30. То есть, это говорит о том, что тут у нас автономность будет на достаточно хорошем уровне. В некоторых задачах, в общем, будет минимально ставить частоту намного экрана. Это хорошо. Ну и поддержка HDR, Dolby Vision, HDR1010+, и гибрид логгамма тут у нас также присутствует. Оперативная постоянная память. У нас три модификации есть. 6128, 8128 и 8256. То есть, в принципе, достаточно для всех повседневных задач. Ну и плюс оперативная память может быть расширена за счет постоянной памяти, как это часто бывает сейчас в смартфонах. Такая функция тут у нас также поддерживается. Ну и напоминаю то, что у нас здесь оперативная постоянная память. Скоростная LPDR5 оперативная и UFS 3.1. Постоянная память. То есть, тут у нас все в порядке. Касаемо датчиков, друзья, вот тут планшет немножко меня подрастроил. Потому что тут у нас, к сожалению, нет GPS. Это вот самый главный минус. То есть, в качестве навигатора планшета вы, в порядке, сможете использовать. Также нет магнитного сенсора, то есть, компаса. Ну, гироскоп есть хорошо, освещение, приближение и все. То есть, датчиков, на самом деле, здесь у нас немного. Это печально. А мульти-тач на 10 касаний. Сенсор более чем отзывчивый. И, как бы, тач тоже у нас такой вот. Имеется 144 Гц поддержку. То есть, тоже достаточно отзывчивый и быстрый. Wi-Fi двухдиапазонный. Поддержка полосы в 2,4 и в 5 Гц присутствует. Сигнал пробивает через 4 стены. Более чем уверенно. Теперь смотрим на показатели тестов Antutu. 681 тысяча баллов. Как для планшета, это просто отличный показатель. Просто отличный. Но, если сравнивать со значениями со смартфонами, то, конечно, не сильно высокий. Но, друзья, 870-го дракона для всех повседневных сдач и для всех современных игр хватает с головой. Главное, чтобы игра была оптимизирована под этот чип. По крайней мере, Genshin Impact на максималочках играть можно вполне при комфортно. Далее посмотрим на Geekbench 6-й версии. 1300 и 3297 баллов на гайдерном тесте. Тоже показатели очень даже отличные. 3DMark на примере теста WideLife 3966 баллов. Тоже показатели хорошие. Смотрим на устойчивость в графических возможностях. То есть, при долгом геймплее, насколько просадки будут ощущаться. И насколько планшет при нагреве. Графический чип, в частности, себя проявляет. Как видите, после 8-го цикла, на 9-м цикле, начинает уже у нас немножко падение производиться. Но, друзья, падение не сильно большое. То есть, до 20% у нас в принципе, как для этого процессора, могу сказать, что падение не сильно большое. Поэтому, в целом, можно сказать, что система тут охлаждения реализована на достаточно высоком уровне. Если посмотреть на КПУ Троттест, это у нас непосредственно процессорные возможности. 100 потоков 60 минут запускал. А тоже ситуация схожа с графическим чипом. То есть, система охлаждения тоже проявляет себя, ну, как бы, КПУ Троттест, падение производительности до 23%. Тоже не сильно большое. Ну, стартует, конечно, хорошо. Но потом, опять-таки, немножко раньше у нас производится такое вот падение. Но, в целом, друзья, как для этого процессора, показатели, могу сказать, что очень даже хорошие и годные. Далее посмотрим на тест скорости оперативной постоянной памяти. По постоянной памяти 1500 Мбит в секунду, хорошие показатели. Я даже сказал, что отличные, как для чтения. Запись 368 Мбит в секунду. Ну, не сказать, что плохие, но и не супер отличные. Бывало и лучше. Но, в целом, могу сказать, что постоянная память скоростная. И оперативная память почти 12 тысяч баллов. Тоже показатели очень даже на уровне. Хорошо, теперь давайте коснемся непосредственно экрана. Экран, напоминаю, друзья, у нас здесь IPS, матрица. И по моему прибору Radex Lupin, друзья, значение яркости здесь очень даже хорошее. 150 кандел в ручной яркости и 177 кандел, как для IPS-экрана, друзья, это очень хорошее значение. Я знаю, что у меня бывали смартфоны с AMOLED-экранами, и там значения были соизмерены с вот этими значениями IPS на данном планшете. Так что на ярком солнце запасы яркости вам будет здесь хватать с головой. Но самый главный плюс IPS-экрана перед AMOLED заключается в том, что тут у нас вообще не будет наблюдаться у вас усталости зрения от IPS. Тут, как вы знаете, пульсации у нас вообще отсутствует, то есть здесь и диминг практически, ну не практически, а так он есть нулевой за счет IPS и других технологий. То есть здесь пульсация вообще незаметна. Так что в этом плане, в плане непосредственно безопасности для вашего зрения, тут идеальный экран, идеальный. И в целом могу сказать, что экран откалиброван очень даже хорошо, плюс куча всяких таких вот тонких настроек у нас здесь присутствует. Так что могу сказать, друзья, экран и по углам обзора, и по яркости, и по частоте обновления экрана выше всяких похвалок. Так что в этом аспекте планшет по экрану, безусловно, меня порадовал. И могу сказать, что, наверное, это один из самых таких вот лучших экранов непосредственно IPS. Как для планшета, по сути, минусов я в нем не заметил. Да, может быть, конечно, тут не такой вот насыщенный, такой вот контрастный красный, там синий цвет, как у AMOLED-экрана, не такой глубокий черный цвет. Но самое главное то, что безопасность зрения будет у вас здесь на высшем уровне. Пульсация нулевая, 10-динных, по сути, нулевой, и это, безусловно, главный плюс данного планшета. Ну и, друзья, запас яркости очень даже хороший. На солнце хватать будет без проблем. Как вы уже поняли, планшет у нас не имеет поддержки работы с сим-картами, поэтому никаких сетей, естественно, поддержки нет. Ну и разговаривать можно только через различные мессенджеры по Wi-Fi. Вот таким вот образом. Значит, по звуку в наушниках. Достаточно высоком уровне, друзья, хорошие. Здесь у нас Bluetooth версии 5.2, также IPX Codex поддержка имеется. То есть, звук в наушниках меня более чем удовлетворил, никаких претензий нет. Давайте проверим звучание внешних динамиков. Тут у нас 4 динамика, Dolby Atmos поддерживается. Давайте послушаем, насколько эти 4 динамика хорошего качества. Ну что могу сказать, друзья? Конечно, петличная система не в силах передать весь тот звуковый спектр, но, друзья, звук здесь просто бомбезный. Просто отличный. Ощущается, что динамики высококачественные. Они такие вот, имеют приятный такой вот бархатистый бас. Вот что у меня заметилось сразу. Ну и звуковой спектр как по средним, так и по высоким, так и по низким здесь просто отличный. Все 4 динамика работают отлично. Перекрытие во время геймплея никак у вас не произойдет. То есть, по-любому звук будет распространяться от других двух динамиков. Так что по внешнему динамику, безусловно, планшет, наверное, один из лучших, который у меня попадался непосредственно мне в руки. Потому как лучшего звука от такого вот мобильного устройства я, честно сказать, не слышал. Ни на телефонах, ни на других планшетах. Так что звук здесь реально очень крутой. Ощущается, что Xiaomi с ним поработали. Так, теперь касаемо игровых возможностей. То я уже сказал, что 870 дракон себя проявляет в этом плане отличнейшим образом. А, значит, касаемо игровых возможностей. Друзья, 870 дракон себя в этом плане будет проявлять наилучшим образом. Абсолютно все игры на максимальных настройках графики у вас будут идти без особых проблем. Вот сейчас играю в Genshin Impact на максимальных настройках графики. FPS колеблется в районе 90 кадров в секунду. Вот давайте вам продемонстрировать. Видите, 68, 90 FPS, 70 FPS. То есть, все в порядке. И причем, друзья, я уже играю более получаса. И никаких проблем в этом плане тоже не замечено. То есть, все отлично. Все, друзья, отлично. Можно играть в абсолютно все игры. На максималках у вас будет полнейший порядок в этом плане. Так что непосредственно по игровым возможностям, друзья, планшет, можно сказать, игровой. И другого, такого планшета игрового, я, честно сказать, и не припомню. Если вы любите поиграть в какие-нибудь тяжелые игры на планшете, вам необходимо такой вот большой угол обзора. Я знаю, в частности, в PUBG на планшете играть поприятней и получше, чем на телефоне. Ну, хотя это все уже, знаете, кто как привык. Но, вот, друзья, я заметил то, что вот лично мне вот импонирует больше планшета непосредственно для геймплея. Так что с играми 870 дракон справляется отличным образом. Можно во все поиграть без особых проблем. И все у вас будет при комфортнейшем образом тянуть. По нагреву, друзья, нагрев тут не сильно большой. В районе 40 градусов тут у нас производится нагрев. И причем, знаете, в какой части? Вот непосредственно вот в этой части возле этих точек. То есть где-то вот здесь расположилась, наверное, основная плата. То нагрев вот здесь происходит. Но я никакого дискомфорта не испытывал. То есть как бы вот непосредственно в руках не ощущается этот нагрев в верхней части. То есть я не так держу. Я вот так вот держу. Если перернуть планшет, может быть, нагрев будет ощущаться. Но вот я лично никакого дискомфорта вообще не испытывал. Так что и с нагревом, и с играми у планшета полнейший порядок. Играть можно во все, что вам заблагорассудится. На тяжелых настройках графики. И все у вас будет идти при комфортнейшем образом. Давайте проверим яркость фонарика. Ну, фонарик достаточно неплохой. В районе 220 люкс выдает такие вот стандартные значения для всех фонариков от компании Xiaomi. Так что тут ничего какого-то такого чуда не произошло. Но то, что фонарик есть, это уже хорошо. А теперь по поводу камеры. Основной сенсор у нас здесь на 13 мегапикселей от OmniVision. Сенсор с апертурой f2.2. И что могу сказать, друзья? В целом, камера здесь, я бы сказал, что как для планшета, очень даже хорошая. Очень даже хорошая. Фотографируют вполне на уровне. В частности, мне понравился еще и ночной режим у данной камеры. Прямо вот качество фотографий на уровень лучше. Запись видео поддерживается в 4К разрешении 30 кадров в секунду. Либо Full HD еще 60 кадров в секунду у нас здесь поддерживается. И при всем при этом, друзья, везде есть стабилизация. То есть электронная стабилизация присутствует. И это тоже очень даже хорошо и плюс. Так что по камере, по основной камере, у меня вообще претензий нет. Фотографируют планшет, я бы сказал, что отлично. Ну и плюс тут у нас есть различные режимы. Там видеоклипы, режим видеосъемки такой вот. Есть режим двойной видеозаписи тоже с основной и с фронтальной камеры. Это только Full HD разрешение. Можно вот таким вот образом это все у нас дело менять. Так что на самом деле режимы здесь хорошие. Фронтальная камера на 8 мегапикселей. Обращаю ваше внимание, что есть режим HDR у нее. Также угол захвата достаточно большой у этой фронтальной камеры. И, друзья, камера тоже, я бы сказал, что отличная. Плюс еще запись видео с фронтальной камеры тоже у нас поддерживают электронную стабилизацию. Так что по части видео, да и по фото, как для планшета, камеры здесь очень даже хорошие. Смотрите примеры фото и видео и оценивайте все сами. Произведем тест камеры нашего планшета. Запись у меня производится в 4К разрешении 30 кадров в секунду. Давайте посмотрим, как у нас с фокусировочкой. Вроде фокус определяет достаточно хорошо и неплохо. А теперь давайте пройдемся, посмотрим на стабилизацию. Как видите, при 4К разрешении она работает, никаких проблем в этом плане нет. Проверим зум. Зум у нас здесь 6-кратный. Детализация, как для планшета, очень даже неплохая. И вообще тот факт, что планшет снимает в 4К разрешении 30 кадров в секунду с вполне рабочей и хорошей стабилизацией, это очень даже хорошо. Так что качество видеозаписи тут на уровне. А теперь давайте переключимся в режим Full HD 60 кадров в секунду. Давайте смотрим, что у нас с фокусировочкой. Так, ну вроде фокус тоже при 40 кадров в секунду отрабатывает достаточно неплохо. Да, конечно, чуть-чуть пляшет, но в целом отрабатывает хорошо. Ну и стабилизация, друзья, тоже стабилизация. Есть те при 4К разрешении 60 кадров в секунду. Так что, в общем и в целом, качество видеозаписи у данного планшета очень даже на уровне. Как для планшета, я бы сказал, что крутое. А теперь давайте проверим запись видео с фронтальной камеры. Full HD разрешение 30 кадров в секунду у нас здесь поддерживает. Тоже есть стабилизация, друзья. Смотрите, картинка не дрожит, отрабатывает очень даже хорошо. Так что по части видеосъемки к планшету у меня претензий вообще нет. Снимает он хорошо и годно. В этом плане Xiaomi прям поработали. Молодцы. Также у данного планшета есть поддержка видео двойного режима. То есть, одновременно можно снимать с фронтальной и с основной камеры. Можете посмотреть, как это выглядит. Можно вот таким вот образом сделать видео. Можно вот таким вот сделать образом видео. Это как бы хорошо. Это круто. В принципе, режим достаточно интересный. Я думаю, что есть категории людей, которые смогут задействовать этот режим. И в частности, вот в режиме влога своего рода можно производить видеосъемку. И себя снимать, и окружающую вашу среду. Либо себя в первую очередь, и вспомогательное видео из окружающей среды. Так что, друзья, режим прикольный. То, что он есть, это тоже однозначно плюс. А теперь давайте проверим запись видео при недостатке света. Ночное время суток. 4К разрешение 30 кадров в секунду. Так, ну тут фокус, конечно, уже, наверное, будет потяжелее поймать. Да, видите, уже камера с фокусом справляется значительно сложнее. Пройдемся, посмотрим, как по шумам. Да, тут, конечно, шумы уже более ощутимы. Но, друзья, вы знаете, в целом снимать в темное время суток можно. Да, шумы присутствуют. Но если статично, то, в принципе, снимает на уровне, как для планшета. Ну и напоследок запись видео с фронтальной камеры в ночное время суток. Full HD разрешение 30 кадров в секунду. Ну, как по мне, снимает очень даже неплохо. Да, конечно, шумы присутствуют. Но, друзья, в ночное время суток все планшеты будут шуметь. Но то, что здесь есть стабилизация и в целом все очень даже на уровне, это однозначно плюс. Так что по камере тут претензий лично у меня вообще нет. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Емкость встроенного аккумулятора составляет 8840 мм 5 часов. Давайте посмотрим на результаты разряда планшета в разных условиях. Сколько он теряет за 10 часов воспроизведения видео по Wi-Fi на YouTube при средних показателях яркости. А также сколько у него производится разряд за час игры в Asphalt 9 при таких же значениях яркости. И сколько он теряет за ночь при включенном Wi-Fi. Ну, как бы при выключенном дисплее, естественно. Как видите, показатели на очень даже достойном уровне. В сравнении с другими планшетами, я бы сказал, что здесь автономность отличная. Так что день гиперактивного использования он вполне будет выдерживать. Ну, естественно, конечно, если не будете играть целый день, то вам его не хватит. Ну, а так, в режиме средней эксплуатации на день, как говорится, емкость аккумулятора тут хватать будет с головой. Так что автономность здесь очень даже хорошая. А плюс здесь имеется поддержка быстрой зарядки, 33 вата. И в целом заряжается, как для этой емкости, я бы сказал, что он очень даже бодро. Так что и автономность, и скорость зарядки вас, безусловно, тут порадуют. Ну, что ж, друзья, давайте подводить итог, как и всегда. Да, для того, чтобы вывод был более наглядным, структурированным и объективным, воспользуемся наше сравнительное таблице и со всеми характеристиками. Что же можно сказать про данную модель планшета? А то, что планшет получился очень даже хорошим и сбалансированным, как для своей цены. В категории достоинств я бы, конечно, выделил его процессор. Snombergen 870 позволяет играть в абсолютно все современные игры на максимальных настройках графики. Так что, если вы собираетесь выбирать планшет непосредственно для игр, то лучшего решения вы сейчас просто не найдете. В этом плане Xiaomi, конечно, молодцы. Также по достоинствам я бы выделил его экран. То есть, здесь у нас такой вот 11-дюймовый качественный IPS-экран с хорошим запасом яркости, как для IPS-экрана. 144 Гц поддержка имеется. То есть, все современные игры, если вы любитель большого FPS, здесь также у вас будет поддержка имеется у нас. Минимальные такие вот рамки тоненькие тоже выделяют и делают плюс данного планшета. То есть, ощущается, что у нас модель не из старых каких-нибудь, а уже более новая, с такими более тоненькими рамочками. Также по достоинствам можно выделить контактную группу для подключения клавиатуры отдельно. И превратить планшет в нетбук можно. Есть еще возможность подключать сюда у нас отдельно такой вот стилус. Тоже специализированный стилус для тех, кто занимается разработкой всяких дизайн-проектов. То есть, кто пользуется стилусом, я думаю, знает, для чего он необходим. Тут есть также у нас такая вот возможность. Ну, а так, что еще по достоинствам можно выделить? Хорошие запасы памяти, вполне скоростные. Связка камер тоже, как для планшета, очень даже хорошая. Обычно в планшетах ужасные камеры стоят. Здесь над этим поработали, камеры поставили очень даже достойные. Вот, ну, нормальная у нас здесь автономность. И еще по достоинствам можно выделить это его стеоизучание. Просто отличное стереоизучание. Лучшего стереоизучания в мобильных устройствах я ранее не встречал. Так что за звук отдельно поставлю плюс. Теперь по недочетам. Нет 3,5 мл джека для наушников, хотя могли бы его сюда поставить. Ну да ладно. Но самый главный минус, как по мне, это отсутствие GPS-модуля. Могли бы, конечно, поставить сюда Xiaomi GPS-модуль. Тогда бы недочетов у планшета, по сути, не было. А так вот в этом плане немножко меня он подрастроил. Но ничего, кто берет планшет не для GPS-навигации, то тот, как бы, будет им вполне удовлетворен и доволен. Своё мнение касаемо данного планшета пишите в комментариях. Также не забывайте принимать участие в вопросах ВКонтакте. И ставьте лайки, если хотите поддержать данный канал. На этом большое всем спасибо за внимание. Всем мира, добра и до скорых встреч в будущих обзорах. Субтитры сделал DimaTorzok